МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. И сегодня, в этот холодный, хмурый день, мы, как обычно, постараемся поднять вам настроение, представив Калейдоскоп самых ярких и интересных событий. Почему-то так получается, что сегодня в нашем городе мы больше внимания обращаем на творчество современных художников. Однако это совсем не значит, что стоит забывать о тех мастерах, которые жили и творили на Рязанской земле задолго до нашего рождения. Любовь Федоровна Милеева – живописец, график, иллюстратор. Выставка под таким названием открылась на минувшей неделе в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Стоит признаться, что далеко не всем рязанцам знакома эта фамилия. Возможно, потому что жила и творила художница в конце 19-го, начале 20-го века. А может, причина в том, что мы мало интересуемся знаменитыми рязанцами. Как бы то ни было, теперь у каждого из нас есть возможность познакомиться с творческим наследием Любови Милеевой. Художницу Милееву музейные сотрудники очень хорошо знают и творчество, и так или иначе знакомы. Но вот широкому кругу посетителей, в том числе и нашего музея, это имя знакомо, наверное, не очень. Вот эта выскорбка, которая приурочена к юбилею, она, наверное, даст возможность познакомиться с ней и как художницей, и как с этнографом, как человеком, который много занимался, много ездил, много делал зарисовок. Любовь Федоровна родилась в Рязани в 1894 году в семье известного врача. Художественное образование она получила и в Петербурге в рисовальной школе Общества поощрения художеств. По разгар Первой мировой войны художница уехала в Сочи к своей матери, где в течение восьми лет ухаживала за ранеными и больными. По возвращении в Ленинград Любовь Милеева возобновила творческую деятельность, посвятив себя малым формам изобразительного искусства. Несмотря на то, что она в достаточно юном возрасте покидает город, теплое отношение к родному краю она проносит через всю жизнь. В 1926 году она участвует в качестве профессионального художника в этнографической экспедиции, которая была организована музеем совместно с обществом исследователей Рязанского края. И первая часть работ, поступившая к нам художница, представленная в виде этнографических средствовок по Мещуорскому краю, которые представлены на выставке тоже, как раз появились у нас после этой этнографической экспедиции. Здесь же, обратите внимание, вы можете видеть костюмы. Это сборы экспедиции этого же года. Художница рано закончила свой творческий путь. В возрасте 36 лет она умерла в Самарканде, заразившись тифом во время творческой поездки по Средней Азии. Ее жизнь оборвалась в то время, когда она готовилась перейти от работы по сбору художественного материала к созданию крупных произведений. Творческое наследие Любови Милеевой представлено большим количеством зарисовок, живописными работами и иллюстрациями для полиграфических изданий. Некоторые ее произведения хранятся в Государственном русском музее, но на этой выставке вы сможете увидеть более 100 экспонатов, рисунки и живописные работы, а также предметы быта и костюма из фондов музея-заповедника и Рязанского художественного музея имени Пожалуйста. Посещая крупные города, например, такие как Москва и Санкт-Петербург, мы очень часто восхищаемся красиво и разумно благоустроенными парками, грамотно организованным пространством площадей. В принципе, это было бы возможно и в нашем городе, если бы воплотились в жизнь идеи молодых дизайнеров. Организация рабочего пространства в Центральном парке культуры и отдыха, проект спортивно-развлекательного комплекса на стадионе ЦСКА и новое видение территории театра кукол. Все это не Рязань будущего, как можно было бы подумать, а реальные дипломные работы студентов Института культуры. Ну а познакомиться с интересными дизайнерскими решениями все желающие смогли на ежегодной выставке «Геометрия поиска», открывшейся в Музее молодежного движения. В основном здесь все работы посвящены городу Рязани, то есть так она называется – «Рязань глазами молодых дизайнеров». Поэтому, мне кажется, она будет просто и интересно пройтись, посмотреть. Здесь также показаны пленерные работы, которые сделаны летом студентами первого курса по Рязани. И проекты, которые задействованы, ну все, и библиотека Горького, и роддом номер 8, и стадион «Спартак», и кинотеатр «Октябрь», кинотеатр «Кукол». Если взять, мы стараемся всю Рязань нашу как-то в своем воображении украсить. Авторы большинства из этих проектов уже выпустились и теперь стараются воплощать свои идеи в жизнь. Ну а на выставку пришли сегодняшние студенты, которые, глядя на работу своих предшественников, начинают разрабатывать свои собственные проекты. «У нас в том году убрали рынок автомобилей около спорткомплекса. И там очень большое пространство, и можно сделать прекрасный парк. И меня вот очень, я там каждый день езжу, и мне хочется прям что-нибудь там сделать, потому что действительно место хорошее, и всем будет нравиться ходить в парк многоустроенный». Интересных идей много. Если бы их воплотили в жизнь, наверное, наш город приобрел бы совсем иной облик. Но, к сожалению, далеко не все в этой жизни зависит от полета нашей фантазии. Специалистов много. Наверное, в общем-то, наверное, средств на это нет. Мы-то фантазировать можем как угодно. Мы можем летать в облаках и предлагать грандиозные проекты. Но сколько может город в это вложить денег? Но есть проекты, которые минимальными средствами, например, «Ночь в библиотеке». Там минимальные средства, и мы эту идею готовы подарить библиотеке. Почему бы ее не устроить и не украсить так именно экстерьер здания? Выставка будет работать до 30 декабря, так что спешите познакомиться с интересными идеями и полюбоваться привычными и знакомыми архитектурными объектами через призму оригинальных дизайнерских решений. В детстве всегда больше нравилось читать книжки с картинками. Да и до сих пор это осталось, потому что нравится видеть то, что читаешь, даже если иллюстрация не совсем совпадает с твоим восприятием. Представляете, какая ответственность лежит на иллюстраторе? Ведь ему нужно создать такую картинку, которая бы помогла читателю более полно погрузиться в мир книги. Кто бы мог подумать, что иллюстрации к книгам, любимым с детства, принадлежат нашему земляку – Вадиму Конопкину. Три выставочных зала в художественном музее заполнены книжной графикой художника. Это работа достаточно короткого времени. Это время уходящего социализма – 80-е и до 90-х лет, порядка 8 лет. Как раз процветали очень крупные издательства наши советские, художественная литература, советские писатели и так далее. И мне посчастливилось в этих издательствах поработать. Творческий стиль Вадима Конопкина, книжного иллюстратора, отличается ярким своеобразием. Работая с отечественной и зарубежной литературой, он не просто создает некие образы, но передает саму стихию, особую атмосферу каждого произведения. Если делаешь иллюстрации, обязательно надо читать. И не просто читать. Я всегда так вот и про себя думаю, когда начинаешь работать с каким-то писателем, с книгой, в него влюбляешься. То есть даже если он не нравится. Некоторые писатели не просто не нравятся, когда начинаешь с ними работать. Это что-то другое, это не мое. А потом, когда вникаешь, вчитываешься, уже человек становится твоим близким другом. Например, «Бальзак». Я никогда не думал, что буду работать над «Бальзаком». Но вот эта книга, она уникальна тем, что не вошла в собрание сочинений. И мне пришлось работать с первым переводом. Я вот это видел, вот эту вот переводную рукопись. Это очень интересно, работать с текстом, читать. Потом некоторые тексты менялись. Это вышла отдельная книга и, по-моему, больше не переиздавалась у Арсула Мироя. В этом было интересно. Потом, когда читал этого «Бальзака», он есть части и наив определенные, и есть серьезные человеческие отношения, которые тоже представлены как... Для нас это вызывает улыбку даже вот эти все герои главные, символы какие-то того времени, и такие вот бальзаковские образы. С 1986 по 2005 год издано более 200 книг с иллюстрациями Конопкина. Динамика, экспрессивность линии, острота композиции делают эти рисунки запоминающимися не менее, чем строки самого произведения. В тех залах есть работы, которые, ну, тяжелые, смотреть на них. Там есть вообще, которые, ну, просто, вот, мне самому и нас страшно бывает. Посмотреть они тяжелые. Как убивают наших людей, красноармейцев закапывают в землю, свои же русские люди. Там, ну, страшные вещи. Гибели там. Это тоже пишут писатели, писатели своего времени. И когда начинаешь с этим работать, материалом, ну, попадаешь, окунаешься вот в эту же вот стихию. Это и психологически отчасти тяжело передать. В залах Рязанского художественного музея это первая персональная выставка художника. Более 70 произведений и книги с иллюстрациями вновь погружают посетителей в любимую с детства литературу. Теперь Вадим Конопкин практически не возвращается к книжной графике. Сегодня он известный дизайнер, чьи работы мы каждый день видим на рекламных счетах города, в журналах и газетах. Почему-то сегодня вообще детство вспоминается. Помню, что мечталась о дальних странах, о встречах с экзотическими животными, слонами, мишками, пантерами. Сегодня у современных детей такая возможность есть, но не только у детей, но и у их родителей. Вот, например, если они придут в цирк, то попадут в настоящий калейдоскоп стран, где познакомятся и со слонами, и с медведями, и со многими другими животными. Очередные гастроли цирка Корниловых в нашем городе начались не совсем обычно. Журналистов рязанских СМИ пригласили на пресс-конференцию, где нам представилась возможность познакомиться с самыми знаменитыми представителями династии и самыми именитыми цирковыми артистами. Поговорили обо всем – о цирке прошлого и настоящего, о сложностях, с которыми сталкиваются цирковые труппы, и, конечно же, о том, чем на этот раз нас удивят Корниловы в новой программе «Карнавал слонов». Хотя мы и не сомневались, что перед рязанцами выступят лучшие из лучших. У нас за последний год пять золотых наград, две серебряные награды и одна бронзовая. То есть это наши артисты, которые привезли выходцы из нашего коллектива, понимаете? В том, что перед нами профессионалы высокого класса, мы убедились сразу после пресс-конференции на премьерном представлении. Нас действительно ждал калейдоскоп стран, животных и сказочных сюжетов. Мы увидели бесстрашных медведей, взмывающих под купол цирка, и не менее смелого воздушного гимнаста, проделывающего немыслимые трюки на немыслимой высоте. Вместе с лучшим в мире дрессировщиком попугаев мы побывали на пиратской шхуне и увидели, на что способна пернатая разноцветная команда. Познакомились с дрессированными пуделями, которые удивили нас своей сообразительностью и стали свидетелями настоящей цыганской любви и, как следствие, блистательного номера Юрия Володченкова и его коня Легиона. Мы в восторге. Мы всегда не пропускаем ни одного. Это представление новых цирков. Нам очень нравится, мы ценим, хлопаем артистам всегда. Очень внимательно относятся к тому, что они для нас выступают, да? Даже кто громче соревнуемся. Хорошее представление, интересное, сказочное. Пока очень все нравится. Ждем слонов. Тяжелая артиллерия появилась только после антракта. Под руководством самого молодого представителя династии Андрея Деметьева Корнилова эти добродушные гиганты выполняли просто невероятные трюки, некоторые из которых, кстати, уже успели войти в Книгу рекордов Гиннесса. Внимание! Этот трюк внесем в Книгу рекордов Гиннесса! Внимание! Во-первых, животные очень разумные слоны. Они высокоорганизованные животные. И, наверное, они ощущают заботу. Они, как любое животное, они должны ощущать заботу и ласку. И если это есть забота и ласка, есть вознаграждение за их труды, то тогда они будут всегда твоим лучшим другом. Несмотря на первое представление на арене Рязанского цирка, кажется, животные совсем не нервничали. Наверное, чувствуя поддержку своих друзей-артистов и расположение зала. Аплодисменты. Это вот оценка. Именно та самая большая оценка, которую только могут получить артисты. И сегодня мы это получили. Получили огромные овации, теплые овации. Многие люди аплодировали стоя. Ничего прекрасней нет. В программе «Карнавал слонов» минимум спецэффектов и максимум мастерства артистов, которое, согласитесь, должно цениться превыше всего. Многие рязанцы уже его оценили. На премьере зал был переполнен. Теперь ваша очередь. По-моему, даже из короткого сюжета ясно, что эта цирковая программа принесет вам массу впечатлений. Ну а мы будем делиться с вами новыми впечатлениями от новых событий ровно через неделю на том же месте, в тот же час. Всего вам самого доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова